Здравствуйте, дорогие первоклашки! Я рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Перейдем к знакомству с нашей новой темой. Сегодня, ребята, мы познакомимся с рассказом Юрия Яковлева, который называется «О нашей родине». Вы знаете, что уже несколько уроков мы изучаем раздел, который так и называется «Родина моя». Открывайте, пожалуйста, свои учебники и давайте вместе ознакомимся с этим рассказом. Готовы? Тогда приступим. В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок. Деревья, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких разных уголков и состоит наша общая великая родина. Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна, как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них, приходит на помощь, придает силы. Мы любим Родину, а любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Давайте, ребята, ознакомимся с вопросами, данными к этому тексту. Как вы понимаете мысль, выраженную в последнем предложении? Сейчас мы вернемся к тексту и постараемся сделать вывод. И второй вопрос – с кем сравнивает автор Родину и как вы думаете, почему? Наверное, ребята, вы заметили, что автор Родину сравнивает с матерью. Мы уже не раз с вами обсуждали на уроках, что Родина и мама – единое целое. Мы рождаемся первым словом, первым человеком, который заботится о нас, бывает мама. И точно так же Родина заботится о всех нас. То есть мы как бы являемся детьми одной большой семьи под названием Родина. А теперь вернемся к тексту и прочитаем еще раз последнее предложение. А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. То есть нужно охранять, нужно защищать свою Родину. Вы знаете, наши доблестные воины всегда готовы стать на защиту нашей Родины. И мы с вами, ребята, тоже многое можем сделать для нашей Родины. Для этого вы должны хорошо учиться, выучиться, стать хорошими специалистами и служить на благо нашей Родины. А мы познакомимся сейчас еще со стихотворением Владимира Орлова, которое тоже связано с Родиной и называется «Здравствуй, Родина моя». Давайте прочитаем это стихотворение и посмотрим здесь, о чем говорится. Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, выхожу из дома я, здравствуй, улица моя. Я пою и в тишине подпевают птицы мне, травы шепчут мне в пути, ты скорее и дружок расти. Отвечаю травам я, отвечаю ветру я, отвечаю солнцу я, здравствуй, Родина моя. Как вы видите, ребята, стихотворение немножко необычное, ведется от лица какого-то ребенка, мальчика или девочки. Давайте посмотрим, какие у нас вопросы в этом тексте. С кем ведет разговор автор в стихотворении. Наверное, вы заметили, что автор обращался к солнышку, обращался к травам, к ветру, здоровался со своей улицей, со своим домом и, как мы уже говорили, все это вместе можно назвать Родиной. Вы можете, ребята, выучить это стихотворение наизусть и еще раз прочитать и ответить на вопросы, данные к нему. А мы переходим к работе над грамматическим материалом. Мы выполним упражнение 1 на страничке 159. В упражнении говорится, спешите текст Константина Ушинского и подчеркните восклицательное предложение. Мы уже с вами говорили, ребята, что восклицательное это то предложение, в конце которого стоит восклицательный знак, а произносим мы его с более громким чувством и с эмоциями. То есть мы повышаем голос, а, соответственно, у нас получается восклицательная интонация. Давайте вместе ознакомимся с текстом, постараемся найти это предложение, а потом вы самостоятельно его перепишите и подчеркнете это предложение. Готовы? Наш текст называется «В роще». Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка, муравей тащил травинку, голубь строил гнездо для голубят, зайчик бежал к ручью. Ручей журчал по камням, он работал, ручей поил чистой водой людей и животных. Наверное, вы заметили, что когда я читала текст, одно предложение я произнесла с большей силой. Правильно? Совершенно верно. Это второе предложение. И как вы видите, в конце этого предложения стоит восклицательный знак. Вам нужно списать этот текст, а предложение подчеркнуть целиком. Желательно воспользоваться линеечкой. А мы перейдем к работе над следующим упражнением. Прежде чем перейти к работе к следующему упражнению, мы сегодня, ребята, добавим в наш словарик еще одно новое слово. Это слово, как вы уже догадались, ученик. Запомните, пожалуйста, его написание и постарайтесь выучить его наизусть. Нельзя писать после буквы ЧЕ и пишется буковка Е, а ударение падает на звук И. Постарайтесь его запомнить. И начинаем работу над вторым упражнением. Здесь нам нужно каждому слову из первой строки подобрать соответствующее слово и второй строки. В результате у нас получится предложение, которое мы с вами запишем. Итак, в первой строке у нас слова жужжат, трещат, пищат и кричат. Как вы видите, ребята, эти слова, которые обозначают действия предметов. А во второй строке у нас кузнечики, мыши, чайки и жуки. Здесь у нас слова, которые обозначают предметы. Если мы зададим к этим предметам вопрос, то он будет звучать так. Кто кузнечики? Кто мыши? Кто чайки? Кто жуки? Как видите, все эти предметы живые, то есть одушевленные. Итак, к слову жужжат, наверное, вы уже догадались, можно подобрать слово жуки. И у нас получится предложение жужжат жуки. Переходим к следующему слову. Трещат. К слову трещат, ребята, можно подобрать слово кузнечики, потому что они издают такой звук. И получается предложение, вы правильно догадались, трещат кузнечики. Остаются у нас слова пищат и кричат. И остается два слова мыши и чайки. Как вы догадались, пищать могут только мышки. Поэтому запишем пищат мыши. И последнее слово кричат. И во второй строке чайки. Это птицы, которые летают и над морем, и над сушей, и издают определенный крик. Поэтому запишем кричат чайки. Обратите внимание, ребята, во всех этих словах есть шипящие согласные и правила про описание шипящих согласных. Мы с вами их изучали. Жи-ши пиши с буквой и, ча-ща пиши с буквой а, чу-щу пиши с буквой у. Постарайтесь найти эти сочетания в этих словах и подчеркнуть. Например, в слове трещат есть сочетание ща, а в слове пищат тоже вы встречаете сочетание ща. Самостоятельно спешите и подчеркните сочетание, которое я назвала. А для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю выполнить упражнение 1 на страничке 159 вверху странички. Вам нужно составить небольшой текст на тему «Наша столица». Вам нужно описать наш замечательный город Пако. Я думаю, вы с этим справитесь. А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся на последнем уроке математики. Сегодня мы с вами будем повторять весь пройденный материал. Тот материал, который мы изучали в течение всего учебного года. Тема так и называется «Обобщающие задания за первый класс». Ну что ж, давайте посмотрим на экран. Определи фигуру. У нее четыре стороны. Не все стороны равны, и она красного цвета. Красного цвета мы видим следующие фигуры. Круг, квадрат, прямоугольник. Давайте вспомним свойства квадрата. У квадрата все стороны равны. А у нас фигура, у которой не все стороны равны. Значит, это прямоугольник. Потому что у прямоугольника противоположные стороны друг другу равны. Значит, эта фигура прямоугольник. У нее три вершины, все стороны равны, и она синего цвета. Давайте найдем фигуры синего цвета. Из двух данных треугольников все стороны равны у этого треугольника. Значит, пункт В мы нашли. Вот этот треугольничек. У нее нет сторон и вершин, и она желтого цвета. Желтого цвета мы видим две фигуры. Квадрат и круг. Так как у нее нет сторон, конечно, это круг. Верно. Теперь давайте решим примеры. Необходимо вставить пропущенные числа. Давайте сделаем это вместе. 6 плюс сколько? Чтобы получилось 15. Для этого мы должны из 15 вычесть 6. 15 минус 6. Получим сколько, друзья? Верно. 9. Неизвестное число плюс 6. Получаем 11. Чтобы найти это число, вспомним правило. Чтобы найти неизвестное слагаемое, необходимо из суммы вычесть известное слагаемое. 11 минус 6. Получаем сколько? 5. Теперь нам неизвестен, какой компонент. Верно. Уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, необходимо к разности прибавить вычитаемое. 11 плюс 6. Получаем 17. Теперь какой компонент нам неизвестен? Верно. Вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, нам необходимо из уменьшаемого вычесть разность. 6 минус 2. Получаем четыре. Значит, вычитаемое равно четырем. Оставшиеся три столбика, я надеюсь, вы сможете выполнить самостоятельно. Ну а мы с вами смотрим дальше. Лала взяла с первой полки пять книг. Запишем цифру пять. Со второй полки она взяла шесть книг. Запишем цифру шесть. А с третьей полки она взяла семь книг. Запишем цифру семь. И положила их на стол. Сколько всего книг она положила на стол? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны все три числа. Что сделать? Верно, сложить. Пять плюс шесть, одиннадцать. Одиннадцать плюс семь, получаем восемнадцать. Значит, восемнадцать книг она переложила. Верно. Выполним следующее задание. В соревнованиях по стрельбе из лука каждый сделал по три выстрела. Сначала выстрел из лука Самир. Сколько очков он набрал с трех попыток? Давайте посмотрим, какие очки набрал Самир. Итак, количество его очков. Три, три и четыре. Давайте запишем. Три плюс три и плюс четыре равно десять. Десять очков набрал Самир. Затем Сабина выпустила две стрелы. Сколько очков она набрала с двух попыток? Посмотрим, какие очки Сабина набрала? Два и четыре. Запишем. Два плюс четыре равно шести. Шесть очков набрала Сабина. Сколько очков должна набрать для победы Сабина в последней попытке? Давайте посмотрим, сколько очков набрал Самир. Десять, а Сабина шесть. Чтобы Сабина выиграла в последней попытке, она должна набрать столько очков, чтобы количество всех ее очков было больше, чем десять. Для этого она должна попасть в цифру пять, потому что шесть плюс пять получаем одиннадцать. А одиннадцать больше десяти. Значит, с третьей попытки Сабина должна попасть именно на цифру пять. Выполним следующее задание. Самир, Айнур и Анар хотят купить два тарта. У каждого из них по пять монатов. Сколько всего денег у ребят? Какие два тарта они могут купить? У каждого из детей по пять монат. Пять плюс пять – десять. Еще плюс пять – пятнадцать. Пятнадцать монатов у детей. Они хотят купить два тарта. Давайте посмотрим за пятнадцать монат, какие тарты дети могут купить. Это могут быть фруктовые и сливочные торты, потому что шесть плюс девять – получаем пятнадцать. Верно, ребятки, молодцы. Выполним следующее задание. Длина лужи 18 сантиметров. Муравей хочет перейти лужу, соединив концы соломенных палочек. Он нашел две палочки длиной семь сантиметров и восемь сантиметров. Сможет ли муравей перейти лужу, используя эти палочки? Давайте сложим семь и восемь. Семь плюс восемь – получаем пятнадцать сантиметров. По условию мы с вами знаем, что длина лужи составляет восемнадцать сантиметров. Значит, пятнадцать сантиметров не хватит муравью для того, чтобы перейти эту лужу. Значит, он не сможет перейти лужу, если соединит эти две палочки. Если нет, то какой должна быть длина дополнительной третьей палочки? Чтобы он перешел в лужу, дополнительная третья палочка должна иметь длину какую? Для этого мы с вами из восемнадцати вычтем пятнадцать. Восемнадцать минус пятнадцать получаем три сантиметра. Давайте мы с вами посчитаем от пятнадцати до восемнадцати. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать – это делает три шага. Значит, три сантиметра необходимо добавить, чтобы он смог перейти эту лужу. Выполним следующее задание. Гири какого веса нужно поставить на пустую чашу весов справа, чтобы уравновесить их. Давайте посмотрим, сколько весит дыня. Один килограмм. Сколько весит арбуз? Мы видим, что чаши весов находятся в равновесии. На правой чаше весов пятикилограммовая гиря, на левой чаше весов двухкилограммовая плюс арбуз. Значит, чтобы найти массу арбуза, необходимо из пяти вычесть два. Пять минус два – получаем три. Значит, масса арбуза – три килограмма. На третьих весах мы видим с дыню и арбуз. Один килограмм плюс три килограмма – получаем четыре килограмма. Значит, чтобы уравновесить чаши весов, необходимо на правую чашу весов положить две гири по два килограмма, чтобы получилось четыре килограмма. Выполним задание номер восемь. Самовар вмещает десять литров, а ведро – четыре литра. В пустой самовар налили два ведра воды. Если еще раз наполнить ведро водой и перелить ее в самовар, то сколько литров воды останется в ведре после того, как наполнится самовар? Давайте посмотрим, сколько вмещает самовар. Десять литров, а ведро – четыре литра. В пустой самовар налили два ведра воды. Это составляет сколько? Давайте найдем. Мы с вами по условию знаем, что одно ведро вмещает четыре литра воды. Два ведра воды – это четыре плюс четыре. Получаем восемь литров воды. Если еще раз наполнить ведро водой и перелить самовар, то сколько литр воды останется? Мы должны с вами найти в ведре после того, как наполнился самовар. Мы с вами знаем, что самовар вмещает десять литров. Если мы с вами восемь литров мы уже налили в этот самовар, добавим еще одно ведро воды, то есть восемь плюс четыре. Получаем 12 литров. Если мы с вами 12 литров воды перельем в 10-литровый самовар, то сколько литров воды останется в ведре? Для этого мы должны из 12 вычесть 10, так как самовар вмещает всего 10 литров воды. 12 минус 10 – получаем 2 литра. 2 литра воды останется в ведре после того, как самовар наполнится. Выполним последнее задание. Перед зоопарком повесили табличку. Сколько часов в течение дня работает зоопарк? Давайте посмотрим на показания часов. Открывается зоопарк во сколько? Мы с вами видим, что он открывается в 9 часов. Во сколько же он закрывается? В 6 часов. Сколько же часов он работает? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно 9 часов работает зоопарк. Дорогие друзья, на этом наш урок подошел к концу. Напоследок хочу вам напомнить. В ваших учебниках на страничках 74 и 75 имеется словарь математических терминов. Обязательно прочитайте эти термины. Повторите, закрепите. Какую информацию вы там получите? Вы вспомните, что такое деньги? Что такое дополнение до 10? Геометрические фигуры, времена года, единицы измерения, дни недели, пиктограмма. Что такое покупка-продажа? Половина и целая, сотенный квадрат, столбчатая диаграмма, стороны фигур. Вы также узнаете, что такое сутки, что такое таблицы, как можно представлять информацию в виде таблицы, пиктограммы, диаграммы, уменьшения до 10, часы. Всю эту информацию вы сможете повторить в ваших учебниках на страничках 74 и 75, пользуясь словарем математических терминов. Эти термины, ребятки, мы с вами изучали в течение всего учебного года. Ну, на этом наш урок подошел к концу. И напоследок хочу вам дать несколько заданий. Как вы знаете, наступают летние каникулы. Конечно, вы все будете отдыхать, но не забывайте заниматься, ребятки. Обязательно каждый день решайте примеры, решайте задачки. Вы эти задачи можете составлять на основе своего жизненного опыта. Пойдя в магазин, супермаркет или отдыхая на берегу моря, вы можете сосчитать количество ракушек, сравнить их. Или, допустим, наблюдая за насекомыми, вы можете сосчитать количество насекомых, найти сколько всего, найти, насколько одних насекомых больше, чем других и так далее. Ребятки, также вы обязательно все то, что вы будете изучать и затем, чем будете наблюдать, можете представлять в виде таблиц, диаграмм, пиктограмм. Ведь мы с вами это тоже все изучали. Также, ребятки, не забывайте определять длину и массу предметов. Также вы можете емкость предметов тоже определять, переливая воду, например, в сосуды разной емкостью. Ребятки, также определяйте время, не забывайте про время. Ну что ж, если вы будете выполнять все эти задания, я уверена, что вы хорошенько подготовитесь к следующему учебному году. Но я вам хочу пожелать всего хорошего, удачи, хороших летних каникул. Отдохните хорошенько, не забывайте заниматься. Я вам желаю всего хорошего, ребятки, удачи вам во втором классе. До свидания, всего вам хорошего.